Среди морских обитателей встречаются и свинки морские, и свиньи морские. Если первые любят травку пощипывать, то вторые, извиняюсь за каламбур, китов хомячат. Несмотря на одну букву разница в названии, их рационы сильно отличаются. Хотя, если быть точным, название морская свинья неправильное. Морскими свиньями на самом деле называются китообразные небольшие. Настоящее научное название этих морских созданий скотоплонесы. И хотя они имеют желеобразную внешность, они относятся к галатуриям, а не к свиньям. При взгляде на ниже приведенные фотографии, вы вероятно удивитесь, как такое маленькое существо может поглотить кита. Однако, учитывая, что они обитают на глубинах от одного километра и более, киты здесь редкость. Кит это млекопитающее, и он не может задерживаться на такой глубине надолго. Смысл в том, что все киты смертны, и иногда их смерть приходит внезапно. Когда кит уходит в вечную страну планктона, душа его оставляет тело и отправляется на волю океана, а его останки служат пищей для морских свиней. Одной из отличительных черт скотоплонесов от других галатурий является присутствие псевдоног, с помощью которого они передвигаются по дну, ища пищу. Они питаются не только китами, но и другими органиками. Однако они предпочитают крупную добычу, так как их отличает отличное обоняние. Несмотря на изысканный аппетит, скотоплонесы это относительно маленькие сущва, редко дорастающие до 15 сантиметров в длину. Несмотря на отсутствие панциря и игл, они защищены от хищников, потому что покрывают свою поверхность ядом, который они выделяют сами, и который называется галатурином. Кроме того, они придерживаются принципа раздельного питания. Они считают, что рот предназначен только для пищи, поэтому дышат через анальные отверстия. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.